Хозяйство. Ямальские журналисты посетили животноводческий комплекс Эвика Агра, расположенный в Исецком районе Тюменской области. Он построен в рамках партнерского соглашения между Фондом развития Ямала и правительством Тюменской области. В октябре 2009 года была запущена первая очередь строительства и завезено поголовье импортных телят. О буднях тюменских животноводов расскажет Наталья Худяева. Село Рассвет Исецкого района в экологически чистой зоне недалеко от города расположился животноводческий комплекс Эвика Агра. Его дойные стадо дает 40 тонн молока в сутки. Журналисты ехали сюда с опаской, переживали за ароматы, которые может впитать одежда. Опасения оказались напрасными. Здесь используют самые передовые технологии. Практически безотходное производство. Переработанный навоз идет на подстилку скота. Остальное в виде удобрения отправляется на поля. Основная проблема сегодня – нехватка специалистов. Руководство Эвика Агра делает все, чтобы их привлечь. На сегодняшний момент у нас есть восьми квартирный дом жилой построен, в котором живут специалисты. Мы в этом году заложили два коттеджа по 160 квадратов на семью. Это четыре семьи спаренные коттеджи. Тем самым делаем привлекательным наше предприятие для специалистов. Комплекс построен с нуля. Стоимость объекта в первой очереди превысила 1 миллиард рублей. Возможным это стало благодаря совместному инвестиционному проекту – фонда развития Ямала и правительства Тюменской области. Сейчас идет строительство второй очереди. После его завершения животноводческий комплекс заработает на полную производственную мощь. Отмечу сегодня натуральный продукт – молоко. Доступно лишь губкинским школьникам. На сегодняшний день еженедельно забирает молзавод губкинский под программой «Молоко детям» Здесь что не буренка, то иностранка. Коровы завезены из Словакии, быки из Канады. Зерновые и кормовые культуры для них выращивают на местном поле. Площадью в 6 тысяч гектаров. Дойка и питание строго по графику. Практически армейский режим с санаторными условиями. А здесь живут самые маленькие. Это так называемый «телячий квартал» в отдельные апартаменты. Их селят сразу после рождения. Это помогает избежать вирусных заболеваний в случае, если иммунитет теленка ослаблен. Они пока с трудом стоят на ногах. Приносить рекордные надуи смогут лишь через год. У малышей нет имен. Сегодня коров чипируют. Порядковый номер позволяет специалистам знать все о его носителе, в том числе и о прививках. У нас разработана схема вакцинации. Мы там разрабатывали совместно с научно-исследовательским институтом Новосибирским. Они нам помогали ее разработать. Текучка идет и раз в неделю мы вакцинируем телят. После того, как начнет работать вторая очередь животноводческого комплекса, его производительность возрастет в разы. И тогда можно будет смело говорить не только о поставке молока, но и свежего мяса в северные города.